Для летнего отдыха Севастополь подходит не очень хорошо, потому что пляжи не оборудованы в основном и очень жарко, мало парков и скверов. Очень подходит, прекрасно подходит. Зеленые парки, чистое море, свежий воздух, ну все что надо для отдыха. Безусловно подходит, потому что большинство таких и развлекательных мероприятий проводится, какие-то самодеятельные постановки, да, вот есть множество объединений, вот театральные, да, всяких, уличные музыканты, так сказать, поддерживают такой дух отдыха такого, да. Море, ну также торговые центры, развлекательные площадки. Корабелку обязательно, исторический район, ну что, центр обязательно, потому что площадь Нахимова, Лазарева. И множество музеев, безусловно, это море, которое привлекает и туристов, и прохожих, и тех, кто и тут живет тоже. И, соответственно, все это образует такую обстановку, атмосферу отдыха. Я считаю, что да, город шикарный, вообще шикарный. Да, довольно-таки хороший отдых, все сопротивление. Да, такая теплая, ну, погода. Подходит, ну только бы, подходит, подходит. Все нормально, пускай едут гости. Тут есть хорошие места для отдыха, например, парки с набережными, пляжи. Ну почему, есть еще музеи хорошие, в принципе, для посещения можно посетить, в принципе, по округе поездить, на ЮБК съездить тоже как вариант. И Севастополь очень удобно. Еще бы дороги у нашей были в надлежащем, скажем так, проездном состоянии для туризма, в принципе, да. Ходить на море, ездить в походы, ну, в отели там отдыхать и, ну, на природу ездить. Если честно, тут всего понемножку, всего понемножку, вот так вот, да. Как бы сферы развиты они во всех направлениях, да. Это большой город, здесь можно заняться чем угодно. Хоть плавай, хоть отдыхай, хоть путешествуй, тут все можно делать. Транспорт бы улучшить, работу транспорта, а так все замечательно было бы. Транспорта, доступности транспорта. Сейчас вот дороги перекрыты, плюс авиасообщения нет, соответственно, для туризма, конечно, это огромный минус. У нас некуда пойти погулять, закрыто все вообще. На Омеге сейчас полиция орудует, музыку не дает включать, все клубы закрылись. И море холодное, соленое. Я бы сюда ни за что не приехал отдыхать, скорее только уехал бы. И грязно, кстати, да, нет, наверное, ни одного чистого пляжа, который можно было бы выделить из всех. Но для нас подходит, по сравнению с Донецком, очень хорошо. Пляжи есть, есть где отдыхать, нет людей, которые бы этим занимались целенаправленно. Знаете, наверное, бесплатных пляжей хороших, с шезлонгами, с песочком, вот этого не хватает, действительно. А то, как было при Царе Горохе платное все, так оно и осталось. Конечно, желательно, чтобы было побольше бесплатных, чтобы дедушки и бабушки заходили с внуками, и нам не делали замечание, что здесь вот платное, вы не имеете права сидеть на том же злоне. В принципе, можно съездить на Северную Лучкуевку, например. На Жидилово? Нет. Нет. Туристов не советую. Я здесь живу, я здесь родилась. Конечно, подходит, мне нравится. Ну, более чистых пляжей, наверное, не хватает. Бухта Казачья, только никому не говорите, не приезжайте туда. Вот в Голубую бухту не стоит. А в сторону мыса есть дикие пляжи, где можно отдохнуть. Поэтому, в принципе, для местных проблема в чем времени нет. А так вообще подходит. Подходит. Адмиральский пляж сделали хорошо. Была там, ну вот, которая за апельсином. Тоже есть. В принципе, буду хвалить. Очищенные пляжи, например, побольше, чтобы не было водорослей и вода была почище. А так всем довольны, всем довольны. Отличный город. Парки очень красивые сделали все. Ну, вот ближе к морю, конечно. Тяжело подходить. Да все хватает. Пляжи сейчас облагоустраивают нормально. Пляжи хорошие. Все нормально. Пускай едут побольше. Знаете, я месяц здесь живу, да, меня этот город вполне устраивает. Я как бы не местный, я гость. Но город устраивает в полном смысле. А разве у нас мало что построено, сделано? У нас море чудесное, у нас природа замечательная, у нас театры хорошие, у нас есть куда пойти, чтобы посмотреть. У нас музеи. Это все замечательно. Просто приезжайте, отдыхайте. Не только в летний период, но и в зимний, и во все времена.